На сегодня в ассоциации есть четыре заявления от четырех кандидатов, которые были либо выдвинуты своими региональными организациями, либо являются самовыдвиженцами. Двое из них, Светлана Журова и Виктор Мочелов, согласились принять участие в дебатах. Еще двое, Анатолий Чебин и Виктор Христенко не выразили такой заинтересованности и посчитали, что им это неинтересно. Вашу покорную услугу попросили как человека нейтрального быть модератором этих дебатов. У нас жесткого формата нет, но мы, поговорив, решили, что будет в соответствии с тем, как такого рода дебат проходит в других областях и других странах. В целом формат будет такой. Оба кандидата выступят с коротким представлением своих программ, затем будет возможность у них задать друг другу вопросы, и будет возможность ответить на вопросы, которые задаете вы. Ну, а моя задача в данном случае только следить за тем, чтобы у двух кандидатов были равные шансы. Крюшки не достали. Крюшки не достали. Тогда, с вашего позволения, мы думаем, что мы не будем бросать жеребий или брожим жеребий? Дадим, дадим первый. Ну, тогда приглашение, пожалуйста, Светлана Журова. Добрый день, уважаемые коллеги. Огромное спасибо, что вы нас поддержали и в зале присутствуют журналисты, которые, наверное, это событие, как правило, сказал Алексей, должны осветить в том числе, потому что, наверное, Виктор на меня не обидится, если он действительно знает, что так было, что я первая предложила этот формат дебаты для того, чтобы мы могли до конференции высказаться про наши программы, задать друг другу вопросы, поговорить с журналистами, потому что вы знаете, что обычно на конференции отчетно-выборные особенно журналистов не пускают. Чаще всего они проходят за закрытыми дверьми, и поэтому задать вопросы кандидатам, особенно тем, которые не изберутся, наверное, вообще такой возможности не предоставляет. Ну, зачем они пошли, что вдруг они изъявили такое желание, если они, в принципе, уже на перспективу знали, возможно, что они не изберутся, ну, например. Поэтому в этом отношении у нас появляется такой замечательный формат, чтобы мы вот пообщались здесь в таком более расширенном составе. Причем я здесь вижу и журналистов из мира Гольфа, которые тоже могут задать вопросы, которые их интересуют, это очень хорошо, и мы всегда открыты в этом отношении. Может быть, немножко поправлю Алексея. Дело в том, что два других приглашенных нас дебатера, они просто сочли, что это там против закона Российской Федерации, и вообще такого не прописано нигде, в принципе. И то, что, в принципе, у них нет вопросов к другим кандидатам. То есть вот объяснение было такое, что мы не пришли на дебаты, потому что у нас есть вопросы. А у кого есть вопросы ко мне, в принципе, все могут прислать и задать эти вопросы. Наверное, это тоже такая форма, которая приемлема, ничего здесь страшного нет. Но нам вот с Виктором захотелось все-таки, мы созвонились до этого, сказали, что да, готовы участвовать в дебатах. И это было такое совместное желание все-таки нам сделать такое и в одном лице пресс-конференция, и дебаты. Теперь, конечно, я должна перейти уже к программе. Дело в том, что понятно, что у нас у всех кандидатов точно есть свои программы. И где-то мы их уже говорили части этой программы в своих интервью, где-то мы, соответственно, печатали это в социальных сетях, где-то это мы высказывали при работе с нашими регионами, потому что каждый из нас проводит свою работу с регионами и, соответственно, доносит то, что мы хотим сделать до регионов. Но могу сказать, что, наверное, плюс-минус, конечно, все программы будут, наверное, похожи, да, то есть какие-то вещи, которые будут фундаментальные у всех кандидатов. Если говорить про меня, у меня, наверное, есть ряд приоритетов, которые за это время, я как почетный президент Федерации Гольфа, каково я являюсь уже 4 года в ассоциации, соответственно, у меня тоже есть какое-то понимание такое, человек с огромным спортивным опытом, а я в спорте 25 лет была, и в итоге была олимпийской чемпионкой, правда, в коньках, а не в гольфе, но все-таки у меня опыт есть в том числе работы в олимпийской семье и в том числе в оргкомитете и заявочном комитете Сочи-2014. Поэтому вот когда гольф стал олимпийским видом, для меня тоже, наверное, очень многое изменилось в понимании того, как он там должен развиваться. Но все-таки, вот даже в моей программе номером один стоит, несомненно, в чем мы уперлись и до сих пор стоим там где-то на месте, не можем продвинуться, это, конечно, имидж гольфа. Вот тут ничего не поделаешь, где бы ты что ни говорил, ты упираешься в то. Вот начинаешь теперь про детский гольф. Говорят, это невозможно, это дорого, это буржуазно, это элитарно и так далее. Говоришь про массовые, то же самое, говоришь про средства полей, то же самое. То есть какую тему дальше по пунктам программы ты не берешь, везде есть огромное количество оппонентов, которые тебе начинают говорить, что это невозможно, потому что это вообще не для нашей страны. Когда ты приводишь аргументы о том, что во всем мире это один из самых популярных видов спорта, что строится огромное количество полей и сейчас, до сих пор и построены во всем мире, и даже в зимних странах, такие как Финляндия или Швеция, где 400-200 полей, почему-то все все равно эту аргументацию не принимают. И, конечно, моя задача как лица медийного, помимо того, что специалистов из области спорта, конечно, привлечь к этому внимание. Конечно, чтобы мы все спорили, и я считаю, что та волна, которая сейчас даже поднялась и с нашими выборами, и с темой школьного гольфа, она как раз дает возможность вынести эту тему для обсуждения. А наша задача специалистов, президента будущего и людей, которые любят гольф и хотят, чтобы он развивался в стране как олимпийский вид спорта и стал в итоге массовым, как, например, в Америке или в Англии, то мы должны отставить эту позицию, смело говоря, не боясь о том, что действительно это интересный, правильный, замечательный вид спорта на все поколения, на все возрасты, и действительно могут заниматься и люди с ограниченными возможностями. И он внесен в программу и специальных олимпийских игр, что, кстати, немаловажно, и он давно в этой программе. И он будет внесен в программу сурдолимпийских игр и паралимпийских игр. То есть, в принципе, это вид спорта, и мы, например, неоднократно не участвовали в универсиаде, из-за того, что мы не выставляли команду. А он включен в программу универсиады летней. Поэтому в этом отношении мы, конечно, и тот президент, который возглавит федерацию, ассоциацию гольфа, он должен понимать, что ему придется быть на линии вот такой огня и, в общем-то, держать оборону, и идти вперед, и прорываться, потому что нужно доказывать все преимущества и плюсы гольфа, и действительно аргументированно это делать. Вот эту задачу я вижу для себя очень серьезной, и имея опыт политической, соответственно, моей карьеры и общественной карьеры в разных общественных организациях, которые, кстати, в том числе будут дружественными, там где я вице-президент, где-то я вхожу в поп-совет, где-то в экспертный совет. Эти все федерации тоже в какой-то степени мне помогут, потому что я смогу, например, совместить некое взаимодействие, соответственно, с АГЭР, ассоциацией гольфа. Вот, наверное, еще второй пункт, который мне хотелось остановиться, и то, что действительно сейчас очень популярно, и у вас будут вопросы наверняка, это школьный больф. И действительно сейчас очень много это обсуждается, и я рада, я очень рада, что это обсуждается. Причем даже когда это обсуждается негативно, я тоже считаю, что это неплохо, потому что мы можем здесь отстаивать наши позиции, можем действительно показывать примеры. И у меня такие сейчас был опыт, когда мне звонят журналисты, и хотели сделать негативный репортаж. Приехали в школу, посмотрели, как это работает, и уже звонят мне за позитивным комментарием, говорят, что, вы знаете, у нас совершенно изменилось отношение, мы думали, что это что-то другое. Конечно, в школе это мини-гольф, надо понимать. Конечно, это не такой небольшой гольф, это мини-гольф. И ребятам безумно интересно, нет освобожденных от физкультуры, нет стеснения между мальчиками и девочками, когда там какие-то есть, может быть, ограничения или комплексы. Нет никаких комплексов для того, чтобы заниматься гольфом, особенно в школе. У нас замечательные примеры есть регионов, например, этой Московской области, особенно я бы отметила Самару. У них вообще комплексный подход, у них уже сейчас 17 школ, не один год занимаются дети гольфом, 600 детей увлечены, значит, вот просто в школьной программе. Плюс у них есть отделение в спортивной школе по мини-гольфу, у них есть чемпион мира по мини-гольфу, которого, наверное, немногие вообще знают об этом. У них очень талантливая девочка, которая 14 лет, она сейчас в рейтинге практически занимает, в топ входит. И, да, это не гольф, не олимпийский, но это, как бы, знаете, первый шажок, наверное, к развитию большого гольфа. И у них есть кафедра подготовки специалистов, учителей физкультуры, квалификации, то есть такой очень серьезный системный подход. И люди прям занимаются с удовольствием даже вплоть до того, что у них есть волонтерские организации молодежные, которые, выигрывая гранты, ходят с этим оборудованием в дома престарелых, ходят в детские дома и социализируют людей через вот такие достаточно доступные формы, делая гольф более доступным, показывая, что он может быть даже массовым, вот с таких интересных проявлений. Очень, конечно, сложно, там, может быть, 10-15 минут раздеть там всю программу. Я тоже сказала, что второй приоритет, я уже сказала, что, несомненно, это и детский спорт, гольф, и вот школьный сейчас. Я рада, что Министерство образования нас поддержало. Очень большая работа была проведена моими коллегами в АГРе и в общественных организациях. В школьном гольфе есть организация «Детский гольф в Москве». Они сделали очень серьезную работу, чтобы вот то, что сейчас происходит, происходило со школьным гольфом. Я рада и благодарна им безумно за это, потому что это, правда, поднимает на совсем другой уровень этот олимпийский вид спорта в нашей стране и, возможно, изменит там отношение людей к нему. Еще очень важный аспект, конечно, это сборная России, потому что мы должны понимать, что мы будем участвовать в олимпийских играх, и у нас есть, скорее всего, будет участница на этих олимпийских играх. Гольф не был в программе 110 лет, и было бы неправильно, конечно, если бы Россия не участвовала, несмотря на то, что вроде мы не гольфовая страна пока, но мы, я не говорю, что мы должны стремиться стать гольфовой страной, но то, что мы должны развивать этот вид спорта, абсолютно точно. Также я уделю очень гольфу еще один момент важный, и он тоже относится к политической составляющей. Наверное, здесь мне как раз будет правильнее об этом говорить, как первому заму по международным делам, то, что у гольфа есть огромная дипломатическая миссия, в том числе мягкая сила. Это переговорная площадка, это возможность встречи, разговоров, переговоров и так далее. Я это рассматриваю как тоже очень важную функцию в дальнейшем, для того, что мы должны свою позицию Россия в любых площадках отставить. Поэтому я думаю, что здесь гольф тоже выступает очень правильной организацией, спортивной организацией, в которой мы можем себя проявить. И, кстати, в этом отношении Владимир Владимирович Путин и, например, Георгий Смирнов, почетный президент Олимпийского комитета, всегда говорил, что функция спортсменов, олимпийских чемпионов, которые заканчивают свою спортивную карьеру, в том числе и дипломатическая спортивная миссия. Очень важная, очень нужная это продвижение России на всех уровнях. Я считаю, что площадка гольф-сообщества, она здесь очень яркая, очень правильная, с огромным представителем людей, где мы можем свои интересы в том числе и отставить. Строительство полей, наверное, инфраструктура, это тоже такой вопрос очень непростой. Но я скажу не то, что давайте строить везде поля, давайте подходить к этому объективно, осознанно и разумно. То есть понятно, что надо иметь круглогодичные поля, это могут быть Крым, Краснодарский край, Сочи, частично может быть Ростов, но не так прям, все равно есть холодная погода. И какие-то центры, это могут быть на Дальнем Востоке, потому что будет Олимпиада в Токио, надо готовиться спортсменам, и там тоже есть большой интерес, огромный интерес тех же японцев, у которых есть проблема с площадями, но любой к гольфу. Есть у корейцев то же самое, и если мы там построим достаточно количество полей, то это будет интересно с точки зрения привлечения туристов, инвестиций, гостей, которые будут приезжать для региона, это может быть точкой роста. Вот казалось бы гольф, но вот это будет такая вот определенная точка роста для этого региона. Поэтому нельзя это не недооценивать и к этому тоже так относиться. Но почему у нас не строятся поля, вот большие, не менее поля, а большие? Здесь нужно менять законодательство. И опять же, у меня, наверное, как кандидата президента есть преимущество, дело в том, что я имею право законодательную инициативу подучить депутатом Государственной Думы. Вместе с Минэкономом развитием мы сейчас проработали достаточно интересный пакет поправок, которые можно внести в земельный кодекс. И это позволит, я думаю, что изменить ситуацию для того, чтобы строить поля, было взаимовыгодно и государству, и частному бизнесу. Конечно, это будет в том числе основано на государственном частном партнерстве. И такие проекты могут развиваться в регионах достаточно успешно, несмотря, как все считают, кризис и такая ситуация, когда вроде бы этого делать не нужно. И думаю, что еще нужно, чтобы оставить вопросы, всегда есть личный вопрос, это финансирование. Да, понятно, когда люди идут на такие посты, выдвигают себя, скорее всего, конечно, они понимают, откуда будут брать деньги. Я тоже, работая в оргкомитете Сочи 2014, слава богу, там были действительно, и вы знаете, сколько денег, скажем, собрал оргкомитет на проведение Олимпийских игроков. Это был самоокупаемый практический проект для оргкомитета именно. Поэтому я тоже знаю огромное количество подходов работы спонсоров, телевизионных, нормальных. Они так, что вот все скинулись, вот столько-то денег там дали федерации или так далее. То есть есть абсолютно партнерские, очень интересные проекты, которые я могу предложить спонсорам, и они будут им взаимовыгодны. И я уверена, что мы точно сможем сформировать бюджет, который позволит вывести федерацию гольфа даже в трудный такой, скажем, может быть, момент для страны на хороший уровень. И нашу сборную, и помочь детям, юниорам, талантам, регионам, что немаловажно, в развитии этого вида спорта. Поэтому вот, наверное, кратко так, ей передаю слово. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Виктор, начало. Вопросы друг другу мы после, да? Да, начало выступления. Хорошо. Добрый день. Ну, прежде чем начать рассказывать подробнее о своей программе, если вы позвольте, два замечания. Ну, я все-таки надеюсь, что Светлана Сергеевна не относит меня к тем кандидатам, которые выбрались, даже не предполагая, что они могут избраться. Нет. Спасибо. Второе замечание. Из четырех кандидатов в президенты программы были возможности увидеть только двух. Светлана Сергеевна и моей, которую я публиковал на сайте Golf.ru. Три приема, три этапа. И слагал свои взгляды и свою программу того, как я хотел бы реорганизовать и двигать вперед в гольф в нашей стране. Что хотелось бы сказать вначале. Во всем мире гольф – это явление. Это явление во всех областях. Это явление в спорте. Потому что мы прекрасно знаем, насколько много великолепных спортсменов и насколько много различных турниров проводится в мире в течение всего года. Круглогодично. Это, конечно же, явление в социальной сфере. Потому что 60 миллионов людей, играющих в гольф – это много. Это не все из них тайгеры-вутцы. И большинство из них, как раз наоборот, покрывают практически весь диапазон возрастов, социальных слоев и половой, и прочей принадлежности. Это, конечно же, огромное явление в бизнесе. Потому что строительство гольф-полей, продажа и обслуживание всей инфраструктуры, которая сопровождает игру в гольф – это большие-большие миллионы и миллиарды. Но, к сожалению, нужно сказать, что пока гольф в России – это не то явление, которое было все в мире. Мы пока еще очень маленькие. Мы еще пока в самом начале. У нас первый гольф-клуб в этом году празднует 27-летие. Когда-то, несколько лет назад, я играл на поле North Berwick в Шотландии. В Шотландии и маршал на первом Ти гордо мне сказал, вы знаете, некоторые лунки у нас в том же виде, в котором они были 200 лет тому назад. 200 лет. А у нас 27. То есть мы еще в плане гольфа в очень подростковом возрасте. Даже, если не сказать, младенческом. Но это, конечно, накладывает свой отпечаток на то, как мы развиваемся. Но это дает нам замечательную возможность не повторять тех ошибок, которые сделал весь мир в своем гольф-развитии. И какие-то тупиковые или неправильные пути просто избежать и не идти этими путями, а сразу идти вперед. Это примерно то же самое, что было на моей памяти, когда персональные компьютеры приходили в Россию. Они приходили с большим опозданием по сравнению с Соединенными Штатами. Но очень быстро мы стали работать на компьютерах того же уровня, на котором мы работали и во всем мире. Я думаю, что в гольфе нас ждет то же самое. И здесь вот на что хотелось бы обратить внимание. Мы все понимаем, что сейчас вся страна, мы все находимся в кризисе. В том или ином, в том числе и финансовом кризисе. И ставить какие-то амбициозные планы по взрывному развитию гольфа, по строительству десятков гольф-полей. Это было бы как-то неоправданно. Потому что все понимают, что финансов на это нет и сил на это нет. Поэтому я считаю, что в ближайшие годы главное, что нам нужно сделать, и кризис нам эту возможность дает, это навести порядок в нашем гольфе. У нас все-таки беспорядка очень много и в организационной структуре, и в работе со спортсменами, и в работе с гольф-клубами. Как-то получилось, вы знаете, если взять любого француза, играющего в гольф, и спросить, является ли он членом французской ассоциации гольфа, французской федерации гольфа, он скажет, конечно, да, и покажет карточку членскую. Если спросить играющих в гольф в России, скорее всего, они тоже попробуют сказать, да, и покажут гандикаповую карточку. Но они не являются членами ассоциации гольфа России. У нас почему-то думают, что можно не присутствовать внутри общественной организации, находиться за ее пределами, а потом выдвигать претензии, почему эта организация не сделала то или другое. И поэтому я считаю, что одной из главных задач на ближайший год, это увеличение количества членов ассоциаций гольфа, привлечение всех играющих в гольф в качестве членов ассоциаций, то есть тех самых членов, которые обычно пишут, имеют право избирать и быть избранными. У нас будет проходить конференция по выборам президента 12 февраля. На ней избирать президента ассоциаций общероссийской общественной организации будут, если приедут все, 17 или 18 человек. Всего. От всей гольф общественности России, пусть она не такая многочисленная, как той же Франции. А отсюда, увеличивая количество членов ассоциаций, мы будем вырабатывать и механизмы, по которым эти члены ассоциаций могут влиять на принятие самых ключевых решений. Маленькая, но гордая страна Швейцария по любому поводу проводит референдумы. Почему бы и нам, при помощи электронных средств, при помощи голосовалок на сайте ассоциаций, не спрашивать перед принятием важных решений мнение общественности, мнение членов ассоциаций. И уже на основании этого мнения принимать свои решения. Об этом можно много говорить, а если будут вопросы, я еще на эту тему отвечу. Теперь, то, что касается спортивной составляющей. Гольф уникальный вид спорта во многих своих проявлениях. Одна из уникальностей этого вида заключается в том, что у нас до сих пор существует жесткое разделение на любителей и профессионалов. У нас есть спортсмены-любители, которые соревнуются за право быть чемпионами своих стран, чемпионами континентов, чемпионами мира в индивидуальных командах. И у нас есть спортсмены-профессионалы, которые соревнуются тоже каждую неделю, которые соревнуются за большие деньги, за красивые титулы. Но это разделено в мире гольфа. И пока у нас в России существует какое-то непонимание, и в мире российского гольфа все время какая-то смесь профессионалов и любителей вместе. Вот здесь нужно уже раз и навсегда навести порядок, разделив, как и во всем мире, как во всем приличном обществе это делается в гольфе, любителей отделить от профессионалов. Любители это та питательная среда, из которой профессионалы вырастают, но они не должны конкурировать между собой. Мы должны создавать условия для того, чтобы эти любители росли, совершенствовались, чтобы они имели возможность хорошо тренироваться, чтобы они имели возможность участвовать в международных соревнованиях. И сейчас правила гольфа, которые жестко следят за тем, когда человек любитель, когда он профессионал, позволяют достаточно долго поддерживать любителя в статусе любителя, позволяя ему расти и формироваться как спортсмену. Вот этим мы и должны заниматься как ассоциации. А профессиональный гольф, даже уже тот, который существует сейчас в России, он должен существовать самостоятельно. Я не могу сказать, что он должен существовать отдельно, вместе, совместно, в содружестве и кооперации с любительским гольфом, но самостоятельно. Во всем мире, в Европе, в каждой стране есть профессиональная гольф ассоциация. Это как бы профсоюз профессионалов, в котором они объединяются и где они решают свои задачи, своего развития, совершенствования, управления и так далее. Вот эту структуру. На сегодняшний день эта структура в зачаточном виде находится внутри любительской ассоциации. Ее нужно выделить и поставить отдельно. Еще о спортивных соревнованиях. Так получилось, и я этому очень рад, что последние три года я являюсь членом комитета по чемпионатам Европейской гольф ассоциации, и поэтому очень хорошо знаком изнутри с тем, как устроен спортивный соревновательный гольф в Европе. В Европе в течение сезона проходит 22 чемпионата или международных матчей в различных категориях. Среди женщин, среди мужчин, индивидуальная, командная, среди юношей, среди девушек, среди среднего возраста, среди старшего возраста. В общем, матчи между Соединенным Королевством и остальной Европой и так далее. К сожалению, мы, как страна, участвуем в очень ограниченном количестве этих соревнований. И это участие, конечно же, должно быть увеличено. Потому что это дает видимость страны, как страны, занимающейся гольфом. Это дает популяризацию этого вида спорта, в том числе и внутри страны. И это со всех точек зрения хорошо. И более того, Европейская кольф-ассоциация каждый год решает, составляет план. Сейчас составляются планы на 2016-2017 год. В каких странах какие соревнования проводить эти самые чемпионаты. Это совсем не профессиональный турнир, в котором требуется миллионный призовой фонд и огромные затраты на размещение, питание и организацию турниров. Это турниры любительские. Они требуют на порядке меньших затрат, но с точки зрения популяризации гольфа и видимости и престижа страны дают гораздо больше. Поэтому я считаю, что мы должны заниматься организацией в России чемпионатов Европы. Можно начинать с каких-то небольших, не сильно многочисленных чемпионатов. А потом уже выходить и на любительский чемпионат Европы, самый престижный турнир в течение сезона, на который собираются 156 спортсменов, имеющих индикап ноль или лучше. Это тоже большой кусок работы, которым нужно заниматься. Ну и третье, большой, если можно так сказать, третий-четвертый, это занятия с регионами и занятия с существующими клубами. Очень много говорится, и Светлана Сергеевна об этом сегодня говорила, о престиже, то есть о имидже, который имеет гольф в глазах населения. Дело в том, что я-то считаю, что этот имидж создаем мы сами, именно тем положением, в котором гольф находится сейчас. Этим количеством закрытых частных дорогих клубов, которые не готовы открывать свои двери и пускать всех гольфистов за какие-то приемлемые деньги играть на своих полях. Сколько угодно можно рассказывать о том, что гольф не элитный вид спорта, но что отвечать на вопрос, сколько стоит членство в Нахабино или в Сколково, и сколько стоит поиграть в Агалару. Ответы на это очевидны. Поэтому работа с клубами, убеждение их разными способами в том, что они должны вести более открытую политику по отношению к гольфистам, это реальный путь изменения восприятия гольфа в умах многих наших россиян. И еще один аспект, о котором я думаю, что здесь мы даже с Светланой Сергеевной, может быть, и совпадаем. Гольф в России был безумно централизован все это время. Он был централизован в ассоциации, где президент определял, кто будет в составе его исполкома, определял, кто будет председателем его комитетов, кто будет в составе комитетов и так далее. И мы все время забывали и практически не работали с регионами. Работа с регионами начиналась за месяц до очередных отчетно-выборной конференции, когда нужны были голоса. А на самом деле эта работа должна вестись на ежедневной основе. И регионы должны быть частью ежедневной работы ассоциации гольфов. Почему у нас все чемпионаты, все первенства, все кубки в последние годы проводятся только вокруг Москвы? Я знаю, в Ростов подъезжал кубок пару раз, ну и все. Сейчас у нас есть великолепное поле в Екатеринбурге, у нас есть поле в Казани, у нас есть поля по регионам, куда мы должны уходить из московского региона и проводить всероссийские соревнования там. Я считаю, что это тоже очень-очень важный момент, потому что регионы должны понимать, что они находятся в обойме, они находятся в ежедневной работе всей ассоциации в целом. Ну вот, это совсем вкратце, в остальное, я думаю, может быть, вопросов. Дальше. Уважаемые участники дебатов, я хочу вам сказать, что я специально перерывал вас обоих, но, честно говоря, то, что вы сейчас говорите, это больше похоже на выступления на собственной пресс-конференции, а не на дебаты. Поэтому давайте, как я вас не дал, не стал вам мешать высказаться, вот, но теперь давайте мы все-таки будем работать в жестком формате, и я беру на себя смену, с колью скоро вы согласились с моим моделированием, вас просить ускоряться или даже прерывать, если вы будете растекаться мышцами под ревом. Хорошо? С Виктором. Пожалуйста, конкретный вопрос, конжуретный ответ. Микрофон как раз. Да, микрофон здесь. Вы обомнились о том, что являетесь членом различных, и большого количества различных общественных и спортивных организаций. То есть там, я читал биографию, и там этот список занимает, по-моему, две страницы. Логичный вопрос вообще, вот к этому списку зачем еще больше? Ну, больше как раз должен в этом списке тоже. И так получилось, что после окончания своей спортивной карьеры, и начав работать в горкомитете Сочи, в заявочном комитете, меня как эксперта, в том числе, начали приглашать как раз во все общественные организации. Где-то нужна была поддержка, где-то нужен был совет, где-то нужно было представительство. В любом случае, это было на пользу этим общественным организациям, я так надеюсь. Потому что, в принципе, если человек не нужен, он не востребован, его просто не заут. И поэтому я считаю, что даже вот сейчас, в данный момент времени, зачем, наверное, гольф? Во-первых, я сама играю в гольф, и у меня дети играют в гольф. И это стало, ну, частью там уже моей жизни, потому что, в принципе, в моем возрасте на кольках-то уже не очень бегают, как некий активный вид деятельности. Поэтому я сейчас в гольфе провожу больше времени, к тому же еще. И чтобы помочь гольфу, я считаю, что могу как раз сейчас стать не просто человеком, который является только экспертом, а дает советы, в принципе, как я и делала, будучи на пасху почетного президента. То есть я была, как я говорю, боевым слоном. То есть тогда, когда нужно было что-то пробить, президент обращался ко мне, говорил, «Светлана, у меня администрация ресурса не хватает, денежная не помогает, какой-то не помогает, вот, пожалуйста, пробей какой-то регион или пробей какое-то решение». Такие случаи были. Поэтому, конечно, в этом моменте я приняла такое решение. Плюс, конечно, зачем гольф? Честно говоря, мне вот захотелось в том числе показать, что когда у нас есть немного таких организаций, но все-таки они есть, слава богу, спортивных, особенно олимпийских, когда президент становится, ну, скажем, исполнительным директором в одном лице. То есть, по крайней мере, сейчас, на этот период времени, я практически буду, наверное, совмещать вот эту должность и хочу показать, что если президент работает достаточно активно, и, может быть, действительно придется отказаться от каких-то моих общественных должностей, членств других организаций, но это не будет в ущерб гольфу, а наоборот, это будет, как бы, на пользу. По крайней мере, такое мое желание. Спасибо, Светлана. Пожалуйста, ваши вопросы. Ну, извините. Ну, я думаю, что даже, собравшись, немножко даже отметили такой достаточно жесткий характер Виктора, и я, так как все-таки четыре года уже нахожусь в гольфе, я его видела неоднократно на полях, когда он являлся грамотным судьей соревнований, я знаю, что очень жесткий характер. Вот если вы сберетесь с президентом, то вот как же вы будете перешагивать, ну, через какие-то свои такие человеческие качества, когда вы очень принципиальный, очень жесткий, и есть люди, которые, ну, даже вас конкретно, наверное, и не любят. Ну, вот видите, как странно. Я-то себе всегда казался мягким и пушистым, и был очень добрым, и договороспособным. Но, может, со стороны видней. Но на самом деле, наверное, вы правы, но я точно знаю, что существует две категории людей, которым со мной трудно. Не могу сказать, что есть много людей, с которыми трудно мне. Если там говорить о врагах, то, наверное, пальцев одной руки будет много, чтобы насчитать людей, которых я считаю врагами. Может быть, те, кто меня считают таковы, может быть, больше. Но дело в том, что вот две категории. Первая – это когда дилетанты пытаются изображать из себя профессионалом. Ну, вот не могу я терпеть этого в нашем любимом виде спорта. А такое встречается достаточно часто. И вторая категория людей – вот здесь замечательное выражение, классика нашего театра о том, что любите театр в себе, а не себя в театре. Вот когда люди любят себя в гольфе больше, чем в гольф себе, с такими людьми… Таким людям тоже трудно со мной работать. А со всеми остальными я очень добрый и милый. Мне так кажется. – Пожалуйста, в качестве переливки я хочу вам обоим задать один и тот же вопрос. Вы представляете московский гольф, вы живете в Москве. На данный момент, насколько я понимаю, Москва не имеет единственный регион, в котором, собственно говоря, практически вся сборная и почти все гольф-клубы, не имеет на данный момент своего представителя на конференции. Может быть, его удастся избирать накануне. Как-то можете это прокомментировать? Только коротко и конкретно. – Да, создалась такая интересная ситуация. Не знаю, что действительно я тоже живу в Москве, но я выдвигалась от моей родной Ленинградской области, потому что я тоже членом организации своей являюсь. Но при этом, конечно, мне не безразлично то место, где я нахожусь. И мои дети здесь тренируются. Поэтому у нас сложилась действительно не очень приятная ситуация. Можно обвинить, конечно, отделение в том, что оно не собралось просто, не набрало кворума. Но когда мы начали анализировать законность и, скажем, юридическую обоснованность составления тех список, список тех членов организации, то у нас возникли очень большие вопросы. И была некрасивая ситуация. Мы считаем, что мы постараемся собраться еще раз. И наше было предложение, Виктор здесь меня поддержит, мы выдвинули без малого, скажем, Евгения Капина, никого олимпийского чемпиона. И я считаю, моя позиция на этой конференции, которая превратилась в собрание инициативной группы, на которой было практически 30 человек, они все равно собрались. И мы посчитали, что региональное отделение действительно имеет своих делегатов. Их там 17, 18, может быть, будет. И спортсмены вообще не представлены никаким мнением. То есть ни сборная, ни тренерский состав, ни вот вообще отрасль за такая спорта, именно такого настоящего спорта, она не представлена. И наше было предложение пока в данный момент времени Евгения Катерникова наделить правом совещательного пока голоса, чтобы он мог выступить и высказать позицию спортсменов. В принципе, это моя тоже часть программы, что в нашем ассоциации в дальнейшем должна появиться комиссия спортсменов, потому что это прямое указание всем рекомендациям, вернее, всем олимпийским федерациям, чтобы у них были комиссии спортсменов. У нас такого никогда не было. То есть я, в принципе, в ассоциации вольфа не мог, поэтому вот Женя Катерников, мы будем надеяться. Понятно, Виктор, пожалуйста. Ну, не будем обсуждать плюсы-минусы просчеты в работе Московского регионального отделения. Я просто смотрю не так пессимистично на это. Такие вещи, как не собравшийся к воруму, случаются во всех организациях. Ну, в одном собрании не собрался к воруму. Я очень надеюсь, что 11-го в 20.00 к воруму соберется, и московские грифисты будут представлены своим делегатом. Вот и все. Спасибо. Пожалуйста, коллеги присутствующие, давайте мы вас тоже попросим в этом деле участвовать. Только давайте, поскольку у нас дебата, формат такой. Либо вы задаете один и тот же вопрос обоим кандидатам, а не конкретно отвечать. Либо есть ли вопрос одному кандидату, то второй имеет право тоже по нему высказаться. Пожалуйста, представляйтесь, пожалуйста, для протокола. У меня газета «Местный юридор», у меня вопрос такой. Если спорт – это выше, быстрее, сильнее, да, то физкультура – это умеренность, тишине, дальше будет, да. А что у вас, ваш вид спорта, он представляет? То есть, какие мышцы он вообще развивает? Я вижу одно движение такое скручивающее, да? То есть, не будет ли какой-то асилетрии в этом движении. И потом, значит, вы сказали, что гольф – это политика, где можно собраться, поговорить, да. Вот, Борис Абрамович Березовский, он через теннис вошел в политику, да, может быть, это очень полезно будет. А сейчас проблема у населения – это досуг, отсутствие досуга. Люди не знают, они могут встретиться, что-то сделать вместе, да. Не может ли быть досуг, досуг, вернее, кольф, таким вот способом развития досуга? Я сам из Нахабина, да, но я слышал, что есть, вообще-то, Нахабина, тольф-клуб. И более того, другие самые старые, с тем, что у нас сегодня. Коллеги, пожалуйста, только учить, я прям, по этой теме можно говорить часами. Каждый из нас может, пожалуйста, очень конкретно. Вы задали замечательные вопросы, особенно на опыте, если в Финляндии говорить, они боролись с пьянством. Алкоголизмом, именно через гольф. Поэтому построили очень большое количество полей за последние 15 лет. И снизили, как по данным ученых, на 20% алкоголизм. Потому что люди как раз проводят там досуг с семьей, что очень немаловажно. И проводя там 4-5 часов летом, а потом это же гольф-поле превращается в лыжную базу. То есть подход к строительству гольф-клуба, оно комплексное. Это не только объект гольфа, это объект вообще спортивной инфраструктуры. И там должно быть не только гольф. Тогда он действительно востребовало население, и он становится более доступным. Поэтому в любом случае концепция строительства в дальнейшем гольф-поле превращается на это направлена. Про скручивание, это тоже интересный вопрос. Конечно, мы когда играем, знаем, что там много мышц работает во время удара. Но есть еще и другое, надо сумку на плече нести 10 километров. Поэтому в турнире. И пройдешь когда 10 километров в сумке, думаю, что тоже достаточно серьезная нагрузка, но она мягкая. Это не такая травмоопасный вид спорта, и многое другое. И для, в принципе, я как говорю, даже освобождения от физкультуры не существует, чтобы заниматься гольфом. Поэтому он действительно на грани физкультуры и очень серьезного спорта. Это спорт высших достижений. И нет возраста, вообще нет возраста. С 90 лет можно играть. Значит, очень коротко. Вопрос о том, что бьет все время в одну сторону и перекосить может, меня самого волнувало, когда я начинал заниматься спортом, этим гольфом. И я спросил у профессионала, который проводит по 8 часов на тренировочном поле, отрабатывая удары. Как получается, что он давно уже не перекошенный вот в одну сторону. Он тут же взял крюшку, перевернул ее в другую сторону и показал мне точно такой же свинт с другой стороны. И сказал, что они тренируются из той и из другой, потому что разные бывают случаи на поле. И про досуг. Это действительно досуг для всех. Вы можете с 7-летним мальчиком, может соревноваться его 90-летний дед, и вместе еще и со своими детьми, и внуками, и со всем. И играть, причем реально соревноваться друг с другом. Есть в кольфе такая вещь, как гандикап, который всех уравнивает. Поэтому это спорт для всех. Спасибо. Еще вернемся к залу. Сейчас, пожалуйста, второй раунд. Теперь первая Светлана задает вопрос. Тоже, опять же, зная опыт предыдущей работы с главным судьей, знаю, что вот те недовольные, которые были вашей работой, вы не допускали к соревнованиям, когда кто-то опаздывал. Вы наказывали за что-то, за нарушение правил. И, конечно, здесь тоже у многих возникают вопросы. Это вот, наверное, такой вот интересный вопрос. Нужно ли это? Зачем это? Почему вы это делали? Вот просто чтобы, может быть, это даже подводящий вопрос, потому что я знаю, что в ответ, наверное, нужно все-таки. Вы знаете, когда я начал заниматься профессионально судейством, я разговаривал со старым опытным судьей из старинного королевского клуба Сент-Эндрюс, и говорил, что вот, получая очень много негативных эмоций, он сказал, ну, наверное, ты знал, что ты не будешь самым популярным человеком, когда будешь этим заниматься. Это первая часть. Вторая часть. Правила гольфа устроены таким образом, и функция рефери на поле устроена таким образом, что рефери никого не штрафуют по собственной инициативе. В английском языке, и мне это очень нравится, гольф-судья называется rules official, представитель правил. Та самая книжка правила, она достаточно сложна и запутана, и не все, даже профессиональные гольфисты его знают. И задача рефери – объяснить игроку, что ему нужно делать в данной конкретной ситуации, когда он попал в какую-то неприятность. И, соответственно, что он сделал такого, за что ему положены какие-то штрафные. У меня нет, как у рефери, никакого произвола дать один штрафной или два штрафной. Или вообще не дать штрафной. Потому что вообще не дать, когда было нарушение, это значит, нужно порвать свое удостоверение судьи всероссийской категории и больше не заниматься. Я должен относиться ко всем одинаково. Если в правилах написано, что опоздание на старт наказывается дисквалификацией, а такое было в предыдущей версии правил, значит, другого выбора просто нет. В правилах специально указано, даже есть решение по этому поводу. Старт назначен в 10 часов 00 минут. Игрок прибыл на старт в 10 часов 00 минут, 0,5 секунд. Является ли он неопоздавшим? Ответ очень простой. 10 часов 00 минут означает 10 часов 00 минут, 0,0 секунд. Поэтому любое опоздание здесь наказывается. Единственное свое оправдание, как жесткого судей, я могу сказать, что я так отношусь ко всем. Никто из игроков за все 10 уже почти лет судейской карьеры не может сказать, что я кому-то долг обошу. Понятно, Виктор, ваш вопрос. Мой вопрос такой. Вот одна из самых крупных организаций в мире гольфа, это USG, ассоциация гольфа в Америке, которая из этих 60 миллионов по 30 миллионов играет в игроз. Под эгидой этой организации. И когда там проходит чемпионат Америки, любительский, в качестве рефери за финалистами, за теми, кто борется за первое место, прошу прощения, идет президент ассоциации. Потому что он, кроме всего прочего, еще и в состоянии судить. Это я не к тому же, я не призываю вас обязательно становиться рефери, но есть несколько профессиональных вещей, в которые президент, который собирается реально работать, должен быть погружен сильнее. Это административная работа, это судейство, это соревновательная часть международная. В чем вы видите себя, куда вы будете погружаться больше, будучи президентом? Вообще я такой человек, всегда интересующийся, самосовершенствующий, поэтому в любом случае, если я хочу быть суперпрофессионалом и президентом, который достойно представляет Россию, то я должна буду и частично познать науку студии, абсолютно точно знать более четко правила, потому что если я стану президентом, в том числе мне нужно будет отстаивать интересы нашего спортсмена, на чемпионатах мира, на олимпийских играх, когда возникают спорные ситуации, в том числе игровые, и подавать протесты, если в случае каких-то, ну скажем, несправедливого отношения к нашему спортсмену, это и допинговые какие-то вещи, которые могут быть, потому что это должно отслеживаться именно президент Федерации. Там очень много нюансов, я понимаю, что они могут быть специфические по сравнению с моим видом спорта или с другими видами спорта в гольфе, поэтому в них нужно более серьезно погрузиться, и я уверена, что, ну, вот здесь, наверное, так, как скажем, такой реверанс в вашу сторону, я понимаю, что вы у нас один из самых главных специалистов, в том числе и как представитель международной организации, наверное, придется обратиться за помощью, надеюсь, здесь вы мне не откажете. Хоть у нас и дебаты, но я бы здесь тоже такой мастер-класс у вас бы попросила в случае моего избрания, я надеюсь, что вы мне не откажете. Хорошо. Значит, я тоже опять задаю вам вопрос, но он почти одинаковый, только с маленькими индивидуальными вариациями, ну, наверное, так я начинаю. За каждым из вас стоит определенный административный ресурс. В случае с Виктором это ходатайство за него из Королевского клуба Сент-Эндрес, вот, человека, который занимается развитием, как бы, письмом, что не совсем традиционно в случае со Светланой, это ее депутатский статус и вообще, как бы, общественное положение. Вас не смущает, что вы в данном случае используете это в качестве определенного, пытаетесь использовать в качестве определенного преимущества? Ну, меня это точно не смущает, потому что от старинного Королевского клуба я этого письма не просил. Там произошло это просто все в один день, ровно в один день, 24 часа. Я сообщил своему другу в Шотландии, что я собираюсь выдвигаться в качестве кандидата в президенты, и на следующий день получил это письмо. Кстати, должен сказать, что есть еще одно письмо уже, вот, и Джейни Уропы, от Чива Кзекли, тоже в поддержку. Это не должно смущать, потому что в этом нет давления, в этом есть просто информация и есть отношение уважаемых организаций к тому, что происходит. Это не давление. Ну да, наверное, для меня, во-первых, конечно, внутри страны, ну, специфика нашей страны такая, что, конечно, административный ресурс важен, потому что идти навстречу к губернатору рядовой президент Федерации Гольфа, конечно, скорее всего, не сможет. И если это делается просто по звонку, то вы знаете, как относится у нас к звонку. Значит, не сильно нужно этому президенту, в принципе, чтобы его, президента всей Российской организации, президента регионального отделения, принял губернатор, например, по какому-то вопросу. Или даже, могу сказать, и министр спорта зачастую наших ребят не жалуют, потому что мы таки по остаточному принципу Гольфа рассматриваются во многих регионах. Поэтому я рассматриваю здесь свой административный ресурс как личное участие. Причем сразу скажу, меня могут обвинить в том, что а как же коньки? Могу сказать, что этот административный ресурс сразу использую на этой встрече на два фронта. То есть я ставлю вопросы и по конгобежному спорту, и шоу-треку перед губернатором или министром спорта, и по Гольфу. Поэтому я сейчас в двух ипостасях буду эти вопросы решать, и считаю, что я не могу не использовать его, и считаю, что это преимущество. При этом, как выяснилось, я хорошо знакома с исполнительным директором нашей Международной Федерации Гольфа, которая является как раз ассоциацией, в которую мы входим, оперированными членами. Я с ним работала по МОКу, по заявке Сочи-2014. Мы с ним неоднократно встречались. Просто я не думаю, что там нужна поддержка всех половин членов МОК, которых я знаю лично. Думаю, что, наверное, это ни к чему, и так все это, конечно, прекрасно знают. Я рада, что поддержали Виктора, его коллеги добровольно, это, наверное, можно, ничего страшного здесь нет. У нас есть международные контакты, у меня и в Гольфе в том числе есть. А потом, знаете, действительно, члены МОК, наверное, половина их играет в Гольф. Это на будущее, когда мы будем продвигать наши Олимпийские игры, если еще раз захотим проводить, или какие-то решения по каким-то вопросам. Я думаю, что было бы неплохо вот эту площадку, опять же, использовать как такую лоббистскую. А я ничего страшного в этом слове не вижу в этом случае. Пожалуйста, вопросы в зале. По-моему, вы были первым. Я остальных всех режу. — Гольфмир.ру, портал, спасибо. Спасибо, что пришли. Классный формат. А вопрос в отношении предстоящей Олимпиады. Вот представьте себе, что вы стали президентом на ГР. Вот ваши первые шаги по популяризации, по работе с Гольфом в качестве Олимпийского видоспорта. Спасибо. — Мне кажется, я там в своей программе уже сказала, что будет. Но если про сборную, то, честно, я скажу, что понятно, что критерии отбора уже определены. Понятно, что человек, который попадет на Олимпийские игры, мы уже изменить не можем. И, скорее всего, это будет Мария, да, Верченова, Лапоева. Поэтому здесь в этом отношении в любом случае уже у нас, скорее всего, дай бог, я прямо за нее держу кулачки, это случится. Если говорить про всю остальную сборную, то я на нее рассматриваю уже как резерв Токио. Да, и вот рассматривать уже подготовку с преимуществом там на будущее и выстраивать работу с командой в этом смысле. Это, конечно, в том числе с Машей, это должен быть индивидуальный подход и поиски спонсоров, и финансирование, и обеспечение ее всем необходимым для того, что действительно она представляла Россию на Олимпиаде, если говорить именно олимпийский формат. Как это делать? Ну, слава богу, я участница четырех Олимпиад лично, и, соответственно, как участница же зрителя, работа, там, частично помощь в штабе, было неоднократно, то есть я была мэром Олимпийской деревни. Конечно, вот внутренняя кухня, которая, например, Маше неизвестна вообще, потому что она совсем, то есть я буду рада ей показать, потому что я боюсь, что она тоже может оказаться, знаете, в таком неудобном психологическом состоянии, когда ее реально надо будет возить за руку и показывать ей какие-то вещи, которые она не знала, потому что реально гольф это первый раз, а все-таки в Олимпийской семье есть свои правила. Я буду рада, если я Маше здесь буду очень полезна, тем более я женщина. Думаю, что, наверное, вот тут есть такой нюанс, и я предполагаю, что это поможет ей показать еще более такой хороший результат. Не знаю, преимущество это мое или нет, но мне кажется, что это было бы неплохо для Марии, потому что очень сложно на Олимпиаде, это психология, а гольф это психология в десятки раз плюс, поэтому ей эта помощь точно будет нужна. Ну, присоединяясь к тому, что сказала Светлана, хотя бы только сказать, что, наверное, независимо от результатов выбора президента, надо будет вам помогать. Машу поддержать, да, это правда. Есть еще один момент, на который мы просто обязаны сейчас обратить пристальное внимание, просто гольф никогда не был никоим образом связан с антидопинговым законодательством. В гольфе вообще никогда никого не проверяли, ни на какой допинг. И только с вступлением в Олимпийскую семью все это на гольф обрушилось. Это в прошлом году на чемпионате России вдруг неожиданно приезжают какие-то люди, заходят в Судейскую, говорят, подать нам сюда чемпиона и чемпионку с паспорта, и мы сейчас поведем сдавать пробы на допинг. Мы приехали из антидопингового кабинета. И у гольфистов нет привычки, как у спортсменов других видах спорта, об этом думать. Что они едят, что они пьют, как это может сказаться. Поэтому Марии здесь тоже требуется помощь. Потому что не только Марии, но и всем участникам часть моей программы посвящена в том числе. Конечно, потому что представьте, как будет обидно, если наша единственная участница вдруг будет снята из-за того, что она выпила какой-то напиток или капли в нос использовала, который использовать нельзя. Это один момент. И второй момент, связанный с Олимпиадой. На 2016 год формат уже закреплен, и он никакому изменению не подлежит. Но это совсем не значит, что он не подлежит изменению на будущее. И я думаю, что одной из наших задач должна быть работа с Олимпийским комитетом, с Международной федерацией гольфа по изменению формата отбора на Олимпийские игры по гольфу. Почему не организовать сетку последовательных внутри страны, внутри региона, внутри континента отборочных соревнований? В этом случае страны, как Россия, которые пока не могут претендовать на то, чтобы там было два или четыре участника по нынешним правилам, они смогут участвовать и ставить перед собой цели пройти региональный отбор, пройти континентальный отбор. Это некий процесс, в котором можно ставить себе цели и их достигать. А не просто стоять и говорить, к сожалению, у нас нет Олимпийских. Польская федерация на Большом собрании в Сент-Эндрюсе, когда с большой трибуны говорили, мы сейчас Олимпийский вид спорта, идите в свои Олимпийские комитеты, добивайтесь финансирования, добивайтесь внимания. Поляки встали и сказали, мы пришли, нас спросили, а вы попадете, у вас есть надежда на медаль? И мы честно ответили, у нас даже нет надежды на то, чтобы попасть в турнир. И мы сказали, ну тогда всем спасибо, все свободны. А вот изменение этой системы позволит по-другому получать внимание от Олимпийских комитетов тоже. Можно еще буквально, Сергей, еще буквально, еще важный момент, то, что у нас, наверное, это не очень прозрачно в нашей ассоциации, это критерии отбора. Когда есть на другие соревнования, вообще критерии отбора в сборную, я вот этому собираюсь уделить очень серьезное внимание, потому что ряд других федераций даже прописывают основные позиции в уставах. То есть настолько, чтобы зацементировать, чтобы не было вот этого возможности хитрее хреть, манипулировать, и так далее. В принципе, это возможно, нам вообще надо вот там устав хорошо посмотреть и его вообще изменить с изменившимся законодательством уже в общественных организациях и о физической культуре и спорте закона. Поэтому в этом отношении вот критерии отбора – это тоже очень важная часть моей программы, и спортсмены об этом говорят, потому что не всегда прозрачно, кто едет, почему едет и почему взяли в сборную. – Спасибо. – Коллега с латтопом, пожалуйста, представьте, пожалуйста, микрофон и представьте для записи. – Московская правда. Я тут за это время знаю больше, сколько, сколько не знал, за все это еще время. Чтобы у нас все дебаты так проводили, вы действительно блестяще ведете. Из ваших ответов правильно ли я понял, что у нас с судистом особых проблем нет и не придется там как в футболе происходить. Светлана Сергеевна, вам, в общем, достаточно такой неприятный вопрос. Вы у нас действительно харизматичный депутат, одна из самых ярких, хотя и не одна, слава Богу. Там целая команда женщин, молодых, красивых, которые стоят на четвертой позиции за Россию и, в общем, за достижения. Нет, только Россия. То, чтобы им было больше таких прямых фоли, как был с Нембуром, с Луцкой, с Грюченко. В России, понятно, нужно вести любую систему, любую лицу. Так вот, прыжки на луну, и через 3-5 лет Россия будет побеждать. Особенно с такой работой, которую вы обозначили. Но все же, вам не простят, если вы будете заниматься только гольфом. Да, давайте там тогда в пику продвигать наши городки. или бинер на пост президента Международной Федерации, или, по крайней мере, не позволять манипулировать с правилами, как художественные гимнастки, да и запретил олимпиаду, вот сейчас командный спортмастер происходит. Вы все это знаете лучше меня. Гольф очень дорогой вид спорта, и самый дорогой, может быть, или нет. Но это как со школьными полями? Как вы собираетесь сделать его мастером? Спасибо большое. Пожалуйста, у меня просьба тогда отвечать только на последнюю часть. Остальное бы приняли к среднему. Мы все болеем. Чтобы все дебаты проходили вот так. Спасибо большое. Пожалуйста, Виктор, ответ на конкретный вопрос. Первый этап – это в школьных залах возбудить интерес, я как говорю. И если, конечно, интерес появится, и у родителей в том числе, спрос рождает предложение. Значит, будет запрос у общества на поля. И если говорить про этапы, то, конечно, это могут быть малые формы. Есть паттенпич такие поля, есть короткая игра, есть в городской среде, можно действительно сделать пар 3, так называемый, когда даже зимой можно играть, потому что грим делается из искусственной травы, разметается метелочкой, и даже зимой можно спокойно играть, тренироваться и делать это популярно. Есть парковые, парковые гольфы. Вот я уже разговаривала с Капком на эту тему, что в Москве даже можно сделать, вот разнообразить досуг наших граждан, но в тем числе, вот, мини-гольфом и вот паттенпич такая вот форма. Это очень интересная и малая форма гольфа, так называемая короткая игра. Поэтому вот это можно сделать доступным и более массовым. И в регионах ряда у нас уже это делается, вот в Самарской области называла, и в Кунск, там еще в ряде городов, где там это продвигают. И про судей буквально. У нас Виктор как раз является только одним в России представителем международной плеяде, тех, кто будет отстаивать интерес. Вот я, кстати, вот вопрос, у меня, может, подтолкнули, может, я как сразу задал или сначала Виктор ответит? Да, Виктор ответит, да. Давайте соблюдем форму. Еще по одному вопросу у вас есть. Я Виктор ответит должен. Я должен ответить еще. Значит, вот тут как раз тот редкий случай, когда вынужден или наоборот с радостью должен констатировать, что с судейством в российском кофе у нас все в порядке. У нас есть достаточное количество галерифицированных в реферии, у нас есть люди, у которых есть интерес и они растут, они учатся, они буквально вот когда. Сегодня один из наших представителей, не то что начинающий рефери, а гольф-судья первой категории, пытается сдавать экзамен в старинном окрылевском клубе Сент-Эндрюс, чрезвычайно сложный и ответственный. И с судейством точно проблем у нас нет. Я надеюсь, что и не возьмут эти в ближайшем будущем. Это вот я коротко посудить. Ну тогда сколько вопросов? Еще по одному вопросу друг к другу, да? Тогда опять первый Виктор, потом Светлана. Пожалуйста. Если есть вопрос. Да, конечно есть. Это уже бесконечно, но у нас есть формат. Пожалуйста. Последний рамок вопроса. Вопрос опять же очень конкретный. Депутат. Большой список различных, которые мы выбирали, они были такими парадными генералами, а не рабочими. Я называю это факультативно. Да, ряд президентов, к сожалению, к этому относился. Факультативно, возможно, перекладывая вот эти функции на исполнительного директора, на директора, как он называется у нас в ассоциации. Я, конечно, этого делать не собираюсь. И понятно, что моя работа в Государственной Думе, правильно было сказано, что несмотря на то, что я представляю и сообщество спортсменов, и сообщество женщин в Думе, и стараюсь комментировать. Все-таки заседание в Государственной Думе это шесть раз в месяц, плюс региональная там работа. А я региональную работу могу совместить с работой как президента, потому что я могу как раз в эту региональную неделю на законных основаниях ездить по России и продвигать гольф и коньки, которые я, конечно, не собираюсь бросать ни в коем случае, будучи первым вице-президентом федерации по работе с регионами. Моя зона ответственности как раз федерация именно за это. Поэтому в этом отношении у меня вопросов не будет. Я совершенно уверена, что я должна проводить время в офисе, это Олимпийский комитет данного времени. Действительно контролировать нужно процесс и в режиме таком жестком, потому что я слышала мнение, что ничего изменить уже невозможно, все программы согласованы, никакие внесения изменений в программы невозможны. Я совершенно уверена, что вот такая работа четкая, особенно с замами, знаете, есть такой момент, когда работа не с самим министром какого-нибудь министерства, даже того же спорта, там, с Виталиевичем мы с ним договорились, а все-таки такая предметная работа с замами в таком режиме и дружеских отношений, и рабочих отношений, она даст свои результаты для меня, потому что я, конечно, исходя из того, что занималась законодательством, в том числе Олимпийским законодательством, знаю всех, начиная с специалистов и юристов, почему, например, для меня очень важно, сейчас я говорю, что я обладаю правом законодательной инициативы, когда я знаю и юристов, которые будут готовить эти поправки, не только руководителя, который даст отмашку, чтобы их там приняли, к примеру, а надо знать специалистов. Вот это моя позиция, потому что ничего не двинется с мертвой точки, если сам не приложишь вот такого участия личного, да, и я считаю, что у меня хватит на это времени, и, к сожалению, могу констатировать факт, что два моих пацана, наверное, немножко вот будут уделены, обделены моим вниманием, вот, наверное, что семья чуть-чуть пострадает от этого, видимо, да, но я думаю, что если они будут проводить со мной время и на гольд-площадке, где я тоже собираюсь все-таки немножко потренироваться, и мой гейдикап надо улучшить, снизить, вернее, правильно сказать, то тогда я думаю, что я с ними вот как раз могу там замечательно провести время. Ну, Светлана, во что эти вопросы? Вы знаете, наверное, вот тоже уже он так как-то начался этот вопрос, и мне вот как раз было, что насколько готов Виктор отстаивать действительно интересы России вот в этой непростой ситуации, да, все на нас нападают, все нас хотят обидеть, и вот здесь нужно быть действительно и гибким, и настойчивым, и справедливым, как говорится, да, один и три правила, если не знаешь, как трактовать ситуацию, поступая по расправедливости, поэтому я думаю, что вот вам как раз вот сможете вы справиться с этим, и, наверное, второй под вопрос, вот если я выберусь, я все-таки женщина, и, ну, так или иначе, будучи даже судьей, если вы останетесь, ну, вы останетесь, вы не денете, вы готовы вообще, тебя, ты готовы, что у них руководить, будь женщинам? Так, по-моему, это правило было 1-4. 1-4, да. Не так 1-3. По стране есть, да. Не важно. На самом деле, в гольфе на нас никто не нападает. В гольфе, особенно международном, наоборот со всем другая ситуация, все готовы помогать. Все понимают те беды, те сложности, которые мы проходим в становлении, и готовы помогать абсолютно бескорыстно. И это я встречал много раз. И это не только со стороны международных организаций, но и со стороны других стран. Швеция готова помогать, Финляндия готова помогать. О том, что Англия с Уэльсом и с Ирландией даже и говорили. Несмотря на санкции. Да никто про них там не думает. Это вообще другой мир, совершенно. Это я услышал первый вопрос. Второй вопрос на тему женщин, это только замечательно. Вы знаете, в гольфе очень долго было, все думали о том, что существует некий мужской шовинизм, и существуют клубы, в которые не пускают женщин. И были два знаменитых клуба, это старинный королевский клуб Сент-Эндрюс и клуб Агаста Нейшинал, куда женщин не пускали. И их за это долго критиковали и ругали, и они наконец приняли решение и пускают сейчас женщин в члены своих клубов. И все вздохнули с облегчением, что у нас наступило равенство. Но почему-то все забыли о том, что в той же Шотландии существует порядка 20 клубов, куда не пускают мужчин. И где же стиленами клуба могут быть только женщин. Так что с вашей помощью будем бороться за равноправие мужчин, чтобы их допускали тоже. Если есть последний вопрос из зала. Девушка точно давно. Да, пожалуйста. Спасибо. Вы на уровне оценки, сколько стоит устройство пришкольной структуры по мини-гольфу. И второй вопрос. Вы называли цифры по Самарской области. 16 школ, 700 детей. И есть ли у вас данные по России? Спасибо. Две точки зрения на этот вопрос. Чтобы было объективно. Да. Во-первых, статистику действительно очень сложно считать. Мы пытаемся подвести ее сейчас. Я думаю, что надо ее как-то привести в соответствие, потому что она там правда очень разнится. И даже у всех, занимающихся гольфом, очень тяжело посчитать. Потому что люди не признаются. Вот Виктор правильно сказал, не каждый становится членом ассоциации. Я говорю, гольфисты, давайте выйдем из тени. Я это называю, что уже пора всем определиться и заявить о том, что они гольфисты. Но у нас не всегда это удобно. Знаете, сказать, что ты занимаешься гольфом, народ не так поймет. Вот такая есть формулировка. И мне это совершенно не нравится, потому что я считаю, что это абсолютно нормальный вид спорта, как многое другое, чем можно заниматься. Насчет оборудования. Оборудование есть разное. Самое достаточно такое простое и очень удобное, начиная от 20 тысяч на школу рублей, да, надо понимать, да, рублей, которые может закупить школу, и, соответственно, дети играют. И там доходит до 100, но стоит уже достаточно такой набор очень расширенный, там, с методикой, с инструкцией, с практически там, с видеокурсом. Там очень такое серьезное оборудование, к этому уже совершенно другого уровня. Достаточно хватит там и 20 тысяч рублей для того, чтобы закупить там определенное оборудование для школы. Поэтому почему это и стало популярно, что вот это возможно. Коллегам своим по думе и общественной палате, уже общественная палата, которая первая начала очень жестко критиковать, я переслала программу. Просто люди ее не читали. Мне очень хочется, чтобы хотя бы кто-то, наконец, прочитал школьную программу гольфа. И тогда я начинал критиковать. У всех сразу большой гольф. Сейчас будут брать клюшки и бить соседние окна мячиками. И так далее. Я только каких мнений не слышала на этот счет. Но это хорошо, потому что мы имеем возможность развеять вот эти совершенно абсурдные мифы о том, которые даже не имеют права на жизнь. И поэтому я просто готова это делать. И хорошо, что мы сейчас можем в таком формате развеивать этот миф о невозможности школьного гольфа. Потому что я даже предполагаю, что он более возможен, чем другие виды спорта. И когда плохая погода, всегда можно найти место, где поиграть в гольф. Если бы... Вот просто я всех призываю съездить в московскую школу гольфа в Куркино, где сделана школа из дома быта. Это прошлый дом. В прошлом был дом быта, обычный, вот такой с маленькими кабинетиками, какими-то непонятными закоулочками. Там каждый кусочек использован для того, чтобы сделать красиво, очень замечательно мини-гольф. И дети там занимаются. Причем у них там есть еще поле девятилуночное для нормальной игры. Поэтому вот эти формы, возможно, очень хорошо сочетать и в той же школе сделать такой очень красивый оазис для мини-гольфа, если позволит финансы. Возможно, знаете, там же ведь это все на усмотрение управляющего совета школы, самой школы, директора, желания. Это же не то, что сейчас все обязательно, все же как провосприняли. С завтрашнего дня вся Россия начинает деревни, заканчивая, значит, центральным регионом нашей страны, столицы, Москвой, будет обязательно в порядке преподавать гольф. Ну нет, конечно. Конечно, кому это нужно? Например, там лицея с экономической, например, направленностью. Им точно нужно. Потому что будущим ребятам, менеджерам, кто будет менеджером, топ-бизнесменам и так далее, компетенция гольф в жизни очень сильно пригодится. И первое ознакомление – это очень хорошо. И я, как знаете, еще скажу, вот в итоге, как бы такой даже консистенции итог, да, я считаю, что наши дети достойны лучшего. Гольф – это действительно то, что в мире, ну, так считается, уровень, да, почему они не могут с ним познакомиться? Они хорошие, умные, замечательные дети, им точно будет интересно. Ну, я коротко добавлю, к сожалению, к великому сожалению. Большинство тех, кто кинулся спорить и критиковать программу «Школьный гольф», они критикуют не саму программу, а свои представления о том, что это такое. Они что-то себе придумали и против этого выступают. На самом деле гольф, обладая вот многовековой сформировавшейся философией, отношением к жизни, он чрезвычайно полезен и полезен именно для детей, когда происходит становление их характера. Они не будут великими спортсменами, но они поймут что-то, и они станут лучшими людьми, чем они были без гольфа. И другой аргумент, который я иногда слышу, ну, они выучились в своей школе, а куда они пойдут? У нас такие дорогие гольф-клубы, у нас такое дорогое гольф-оборудование, и не смогут продолжить свою дальнейшую жизнь в гольфе. Знаете, когда я был в школе, у нас были уроки баскетбола, я же не стал баскетболистом. Но меня научили, дали мне какие-то основы, рассказали, как играть в эту игру и что-то такое со мной сделали. То же самое придаёт и гольфу. Коллеги, у нас время не бесконечно. Если у вас есть желание выступить с кратким, завершающим, неким итогом, или вот, извините, пожалуйста. Но это действительно должно быть кратко и ёмко и по теме. Давайте начнём наоборот, чтобы было справедливо. И начнём с Виктора, завершающую реплику. Ну, во-первых, я очень рад, что эти дебаты произошли. Я много что услышал, кроме того, что раньше я читал. И понял, главное, у нас нет антагонистических противоречий между Светланой и Сергеевной мной. Поэтому, если, даст Бог, мне удастся выиграть президентские выборы и стать президентом, я приглашусь в области Киевым работать в тесной связи. Спасибо. Спасибо, да. Ну, наверное, тоже я скажу такой же реверанс в ответ, что мне, действительно, позиции многие понятны. Мне нужно, правда, оправданных, правильно был задан вопрос. И компетенция определённой повысить свои точно мне потребуется. Знаете, финал, наверное, моей речи будет, то, что я, правда, готова работать и отдавать всю свою энергетику, мне её многое, и на гольф, и понимая, что это нужно. Потому что очень сложно преодолеть вот это непонимание, эти мифы. И тут должен быть человек, который способен быть смелым и не бояться говорить о том. Потому что многие просто боятся. Знаете, как я говорю, иногда у меня есть фраза, я её говорю уже неоднократно разным телевизионным каналам, и я, может быть, сейчас её повторю, о том, что у нас многие относятся к гольфу как к любовнице. И народ вместе боятся, потому что как же он подумает о ней? Она же незаконная жена, она вроде как только любовница. И вот я призываю там многих просто уже выйти замуж, жениться на гольфе и детей иметь. В общем-то, и думаю, что это было бы полезно для нас всех. А в финал, вы знаете, моя программа называется «Прорыв вместе одной командой регионов» с регионами. И прорыв с регионами. И я считаю, что действительно здесь вот Москва одна ничего не сделает, она может диктовать стратегию какую-то, но реализовывать это будут все регионы. А вот школьный гольф абсолютно точно операторами будут выступать наши регионы, они будут продвигать эти идеи через наши вот эти общественные организации. И вот это, наверное, тот уникальный случай, когда, идя на выборы президента, все мы можем говорить, что нашим регионам теперь много чем есть заняться. Потому что до этого они наше внимание не чувствовали, вот теперь точно это будет беспрерывная работа. И я думаю, что мы можем очень много сделать за ближайшие годы. Спасибо большое. Дени, я просто хотел сказать, что я-то на гольфе женат уже давно. И главное, что жена не возражает. Когда я, ну и тогда завершаю, я хочу сказать, что когда я просил совета о том, как вести такие, потому что у меня тоже большого опыта нет в моделировании таких дебатов, у человека, который это очень хорошо умеет делать, у Ларри Кинга, мне Ларри сказал, да главное не забыть, напомнить им, что если они еще способны пожать друг другу уроки, чтобы они в конце это сделали. Ну вот я этим советом и заканчиваю. Мы даже можем поцеловаться. Спасибо большое, коллеги. Спасибо за вопрос. Спасибо. Спасибо. Вот, оказывается, где собака. Спасибо.